Здарова и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Ребята, очень хороший бой. Великолепный бой мы с вами сейчас разберем. Мне прям бальзам на душу, что будет такой бой. Брайан Кастанья против Патрика Тешейра. Бой в первом среднем весе за титул чемпиона мира по версии WBO. Что это за бой? Во-первых, сразу скажу, это мой самый любимый вес. Вот первый средний вес, это тот вес, за которым должны следить все. Все должны забыть эти имена. Лопес, Хейни, Ломаченко, Фьюри, Джошуа. Забыть вообще, исключить из своей памяти этих клоунов и смотреть только первый средний вес. Потому что здесь бойцы, здесь монстры. Здесь наши парни, понимаете, которые все будут чемпионами. Ну, один из них, вот наш парень. Почему я говорю наш? Потому что понимает, что такой бокс будущего очень хорошо. Брайан Кастанья. Экс-чемпион мира по версии WBA. И сейчас будет драться за WBO титул. У него 16 боев, 16 побед. И одна ничья у него есть с Ресландией Ларой. Но эта ничья, знаете, она... Это чисто из уважения к Ларе там была эта ничья. Так никакой ничьей там не было. Потому что такой же самый бой, только хуже с Ларой провел Альварес. Ему отдали победу. А Кастанья провел такой же самый бой, только лучше, чем Альварес. И ему ни хрена победу не отдали. Ну, дали ничью. Ну, это, знаете, это уже никого не интересует. Никого не интересует. Брайан Кастанья. Боец. Боец будущего. Боец великолепный. К бойцу никаких претензий. Он настолько приближается к этой золотой середине бойца будущего. И бокс на дистанции есть. И бокс на ближней дистанции есть. И на средней есть. И защищается великолепно. И на ногах может оттянуться, провалить, вернуться на свою дистанцию. Нет лишней работы на ногах. Функционален. 31 год не стар. Голова крепкая. В нокдаунах не был. Характер хороший. Боец по психике. Очень хороший боец. Обожаю. Вот этот боец, это настоящая, понимаете, находка. Это настоящий отшлифованный такой алмаз. И что можно о нем сказать? Он, как бы это... Именно работая с блоком, он с ним работает на 100% правильно. На 100% правильно. У него единственная есть такая небольшая дырка. Он может пропустить... Вот Данияр Елеусинов это любит бить Джошуа. Вот джеб в корпус и оттянуться назад. Но это вообще не опасный удар. Это удар вот чисто так вот... Какую-то активность создавать. Не более того. У Кастани пресс набитый, поэтому ему такие удары пофигу. Когда его бьют прямые удары, он чаще всего немножечко руки вперед. И амортизации в голову нет вообще. Когда ему бьют боковые удары, вот он идет с блоком. Опа, вот так вот делает. Тут прям не прям вот так вот как-то. А вот и все. Вот настолько это делать легко, профессионально, грамотно. На ближней дистанции начинает. Раз, два с блочком. Раз, два, три с блочком сразу. Вот никакой вообще... Как бы это сказать? Никакой лишней работы на руках. Вот этих набросочек и розочек нет. Может иногда отработать вот так вот отклониться назад. Именно не провалиться, а именно шаг назад там какой-то сделать. А просто отклониться немножечко. Вот так перед лицом удар пройдет, он тут же уже вернулся. Может иногда дать сопернику, если соперник бьет, вот он видит, что сейчас будет силовой удар. Он может его либо на блок принять, либо оттянуться назад, провалить и тут же вернуться на свою позицию, наслоить еще одну атаку. То есть он наслаивает силовые комбинации. Очень хороший бойц. Все время работает в прессинге. То есть соперник практически весь бой будет у канатов. И Лара был у канатов, и последний его соперник был у канатов. Все время работает первым номером давит. Может давить дистанционно с джебом. Вот все, подходить, подходить, поджать канатом, ставить право. Очень хорошо вставлять право. Плечо, знаете, вот как праща, вот так, опа, вперед вот так выстреливает. Очень хороший правоудар у него. Опасный. На 16 побед 12 нокаутов, бьющий. Но он в основном забивает людей. Вот если вы с ним дошли до второй половины боя, ну, очень трудно будет, очень трудно. Лару спас именно хорошая работа вторым номером с блоком, антропометрия, клинч. Это его Лару спасло. А так Лара там, конечно, был нормально, нормально ударов пропускал. Ну, что сказать. По Патрику Тешейре. Патрик Тешейра это такой боец. Я поражаюсь. Первый средний вес вроде 69 килограмм. У него руки длиной. Метр девяносто четыре. Блин, это почти Калум Смит. Вот по длине рук. И метр восемьдесят два рост. Он на 11 сантиметров выше будет, чем... Вот чем интересен бой. На 11 сантиметров соперник будет выше, чем Кастанья. Но явный фаворит это Кастанья. Вот как было в поединке Смит-Альварес. Вроде Смит такой лосяра, но там никто бы особых шансов Смиту не давал. Патрик Тешейра это такой Тайсон Фьюри без клинча. Очень похожая у него работа на Тайсона Фьюри. Вот, ну, на самом деле, именно такая вот манера. Длиннорукие удары какие-то кривые, тяп-ляп, понимаете? Руки длинные, выбрасывают достаточно много ударов и очень даже неплохо держат удар. У него есть одно поражение нокаутом от Кертиса Стивенсона. Но я не знаю, как... Я этого боя не нашел. Я не знаю, как он его нокаутировал. Потому что последний бой с Карлосом Адамесом, ну, там такую кашу... В такую кашу Адамес разбил ему голову. Бьющий Адамес на 18 боев, 14 нокаутов. И ни хрена, понимаете, штормила, качала, но ни хрена не нокаутировал. Вот как Альварес Смита, сколько не бьет, никак не нокаутирует. Так и этот придурок, понимаете? Вот бьют, его бьют, и он не падает. Но, понимаете, Карлос Адамес это кривоватый боец. Это еще сыроватый боец. Это боец, которого очень много вот этой майвейзерской дури. Он прямо посреди боя с Тешейрой начал изучать блок, начал пытаться что-то там работать, вот как Кастанье. И поэтому пропускал, поэтому побывал в нокдауне, и бой проиграл. Но проиграл на тоненького. Очень много ударов пропустил Тешейра. Очень плохую работу на ближней дистанции показал. Очень размашистую, понятную, удобную для Кастаньи работу на средней дистанции показал. Ну а на дальней дистанции он показал, он не умеет работать, если его прессингуют. Если с ним стоят на дальней дистанции, вот это вот играют, перестреливаются, он хорош, но такие длинные руки, метр девяносто четыре. Метр девяносто четыре. Понимаете? У Ковалева, Бивола, Гвоздика у всех руки короче У кого там? У Андрады у всех руки короче У Бриедиса даже руки не такие длинные Понимаете? У Крузера То есть у Дортикаса, по-моему, не такие длинные руки То есть, конечно, он на дистанции будет нормально попадать А когда его давят, когда его прессингуют А Кастанье это прессинг, это его любимая работа Он показал, что он не может удержать на дистанции Не может там отбегаться И начинает вот как Фьюри вот такую хрень показывать Как Хьюи Фьюри, очень похоже Никакого блока нет, слово защита забудьте Это вообще не про него, все удары будет устанавливать головой И вопрос такой Если он на средней дистанции будет много-много лупить, лупить, лупить Как с Адамисом Он особо не будет попадать, потому что Брайан это тот боец Который не работает вот так, вот так Он очень хорошо защищается И он, если провалил, а он умеет проваливать Он умеет заставить соперника работать по блоку Разглядеть посреди, ну, находясь за блоком Разглядеть удар соперника сильный Провалить, вернуться и пробить Очень хорошо он это делает Поэтому Кастанья в этом бою попадать будет больше Сколько бы Тешейра не бил Тешейра выбрасывает достаточно много ударов Я даже допускаю, что он выбросит их больше, чем Кастанья Но попадет Кастанья намного больше И тут два варианта Либо Кастанья его нокаутирует, забьет Либо Кастанья, знаете что? Получится такой бой, вот как Альварес-Смит Ну, я так считаю Кастанья выбрасывает в среднем Вот 70-60 ударов за раунд И много очень попадает Это вот к вопросу, знаете, Василия Ломаченко Там в одном интервью говорил Я выиграл такой-то раунд у Лопеса Потому что Лопес по мне ничего не донес А я донес три джеба Ну, прикольно, понимаете? Человек три пояса, он донес по сопернику три джеба А Кастанья, например, за каждый раунд по 40 ударов доносит до соперника По 50 ударов доносит до соперника То есть, понимаете, разница какая? Вот в среднем 700-800 ударов Это Кастанья за бой выбрасывает Это вот показатели Геннадия Головкина Удар у него отличный Если Тешейра все это выдерживает и не падает Я Тешейре вот аплодирую Понимаете? Но поскольку соперник Тешейра в последнем бою очень много пропустил Кастанья все-таки бьет лучше, жестче, правильнее, чем Адамес Поскольку Тешейра уже был все-таки в техническом нокауте со Стивенсом И я думаю, все-таки во второй половине боя Ну, может, даже и в первой Кастанья должен его удосрочить Потому что это не Альварес со Смитом Альварес против Смита 500 ударов всего выбросил за весь бой Этот будет 800 и 900 может выбросить, если ему будет надо Это титульный бой, он не будет там юлить Поэтому, ух, я думаю, Тешейра бой, конечно, проиграет Он боец хороший Вот в том плане, что он может драться на средней дистанции, рубиться Но там настолько вот такие удары из-под сраки постоянно у него летят Настолько он не особо быстрый Настолько у него опущены руки Настолько он все удары становится головой Не клинчует, с таким ростом не клинчевать На ногах какой-то вот работы, знаете, как у Вити Постола Нету там такого, как у Ковалева, нету Не понимает такого Поэтому Кастанья, конечно, его должен ломать, перебивать, разбивать Плюс у этого... Как его зовут? У Тушейры были мексиканцы в карьере Вот, ну, мексиканец как мексиканец Работает тут в мексиканской манере Башка открыта, идет вперед, начинает драку Кастанья делает то же самое, только намного умней С джебом, с проваливанием, с блоком Поэтому... И вот эти мексиканцы раздельным решением проигрывали этому Как его зовут? Блин, Тушейры, понимаете? И Адамис проиграл вот на столечко Просто из-за того, что побывал в нокдауне, зазевался На столечко проиграл, и мы уже собирались отдавать победу Но вот этот нокдаун все сломал То есть бойцы, которые идут вперед и навязывают бой на средне-ближней дистанции Они очень неудобны этому парню А Кастанья в этом чуть ли не лучший в этом весе Чуть ли не лучший А может и лучший Поэтому Тушейры, ну, надо будет очень сильно прибавить А Кастанья убавить Но я не думаю, что в титульном бою Кастанья будет что-то там его щадить Поэтому, скорее всего, Кастанья выиграет бой Ну, знаете, вот прям уверенно Либо нокаут, либо вот как и Альварес Смит А прямо избиение вообще в одну калитку Я не думаю Конечно, бой будет зрелищный, красивый Это вот боец просто золото Брайан Кастанья просто золото боец И что еще хорошего в этом бою? Смотрите, Брайан Кастанья у нас выступает на PBC последний бой провел И если этот бой будет на PBC Если это был не одноразовый контракт А он регулярно будет бойцом PBC То, став чемпионом мира по WBO Кастанья будет чемпион на той же платформе На которой Джермел Чарло выступает А у Джермела Чарло остальные три пояса И тогда мы увидим бой за Абсолюта А это очень круто, это очень здорово Брайан, конечно же, выбьет Чарло без вопросов Это хрень и не боец Станет Абсолютом И самое главное, что по WBA просто рвутся в титульный бой Наш Садридин Ахмедов великолепный боец Боец будущего Вот с Кастаньей был бы просто вулканический бой Исраэль Мадримов то же самое, по той же версии Вот прям очень хороший боец По WBO Тим Дзю то ли первое, то ли второе место Тоже великолепный был бы бой с Кастаньей А по WBC Сергей Богачук вообще просто монстр, а не боксер Конечно, есть огрехи Во многом Кастанье будет получше Но и Сергей тоже это не хрен какой-то там Он намного лучше, чем Тешейра И вот бой с Тешейрой покажет Может ли Кастанье победить Богачука или нет Так что мы с вами Вот мы в первом среднем весе Мы в плюсе в любом случае Потому что Брайан сейчас станет чемпионом Побьет Тешейру И будет на PBC драться с Чарлой, скорее всего, за Абсолюта Выбивая Чарл, он становится Абсолютом Выбиваются сразу два ненужных чемпиона Ненужные манеры ведения боя И потом его бомбардируют по всем четырем версиям Наши бойцы Ахмедов, Мадримов, Богачук и Тим Дзю И кто-то из них да выиграет, я надеюсь, Брайана Кастанью Бои будут невероятно зрелищные, мы в плюсе Кто-то из них выиграет И привезет все четыре пояса к нам, понимаете? И то есть мы с вами в нереальном плюсе Просто из-за первого среднего веса И во многом благодаря Брайану Кастанью Касательно держалки Брайана Кастанья Еще отмечу В полупрофессионалах у него был просто кровавый Насмерть бой с Сергеем Деревянченко И после этого тяжелейшего боя Где он кучу ударов пропустил Он прям ходил, орал, знаете, вот как горилла Вот так То есть его держалка, она потрясающая С тем блоком, который у него сейчас С тем прессингом Ну, не знаю, 22 нокаута на 33 победы У него есть, конечно Но я не думаю, что это сработает с Кастаней Чтобы выиграть Кастанью придется Придется очень сильно прибавить Тешере А после того тяжелейшего кровавого боя Где ему всю голову отбили С Карлосом Адамисом Я думаю, что Тешера все-таки этот бой проиграет А Брайан Кастаней это тот боец Который нам всем покажет Что бокс меняется И мы должны быть к этому готовы Вот в первом среднем весе К этому готовы все бойцы Наши бойцы